Здравствуйте! В эфире итоговые новости в студии Дина Женобекова и Диас Мохамбетов. Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Касым Жамартока выразил соболезнования родным и близким казахстанцев и иностранных граждан, погибших в хостеле в Алматы. Президент отметил, что виновные в трагедии будут наказаны, а правительству и Акимату поручено оказать помощь семьям пострадавших. Крупный пожар произошел этим утром. В результате погибло 13 человек. Среди них есть и иностранцы. Место происшествия посетил Аким Ербулат Досаев. Глава города заявил, что сейчас принимаются все меры для поддержки пострадавших. Расследованием причин ЧП занимается правительственная комиссия во главе с министром ПЧС. Хронология происшествия в репортаже. Первое сообщение о пожаре в хостеле по улице Шарипова поступило в Центр оперативного управления в полшестого утра. В момент ЧП в здании находились 72 человека. Большая часть из них успела эвакуироваться до приезда пожарной бригады. По приезду они обнаружили в подвальном помещении, которое переоборудовали в жилое, 13 тел. На место происшествия у нас были высланы по повышенному рангу сил и средства в количестве 13 единиц техники и 46 человек личного состава. Этот хостел функционирует всего лишь полтора месяца. Полтора месяца со слов администратора. Нас он даже, честно сказать, на учете. Размещение хостела в подвале было незаконным, отметил глава департамента ПЧС. Как сообщили в городском управлении урбанистики, по документам объект предназначался для магазина, и разрешение на переоборудование его в жилое помещение никому не выдавалось. По словам жителей соседних домов, возгорание началось в подвале. Выжившие в пожаре говорят, что большинство погибших задохнулись угарным газом. Я жил здесь с друзьями. Мы недавно поселились в этом хостеле. Мы не знаем, как начался пожар. Не чувствовали запаха гари. Мой друг сказал мне, что-то не так, послушай, и мы выбежали. Сейчас друзей разместили в другом общежитии. Они в порядке. Проснулся от звонка внука. Запах, голова у меня и сейчас еще кружится. Потому что я чуть-чуть, если бы он не позвонил, то я точно бы лежала там. Где пострадавших в основном студенты и наемные работники, включая граждан Пакистана и Индии. Сейчас их разместили в других хостелах города. Им также предоставили питание и одежду. Место происшествия посетил Аким Ербулат-Досаев. Глава мегаполиса заявил, что городская администрация приняла все меры по поддержке пострадавших и эвакуированных. Им окажут психологическую помощь в полном объеме. Аким также выразил соболезнования родным и близким погибших. В соответствии с нормативным актом, который министерство здравоохранения выпустило, в подвальных этажах размещение постояльцев запрещено. То есть разрешено переоборудовать, привести с санитарными нормами. Но остался вопрос, связанный, сколько людей размещалось и почему не размещалось. То есть, подвальные помещения должны размещаться для поддержки кухни, хранения, склада и так далее. Но вот сейчас разбираться будет, мы в соответствии с средствами вынесут решение. Расследованием инцидента, унесшего жизни 13 человек, займется правительственная комиссия. Ее создали по поручению премьер-министра Алихана Смаилова, чтобы установить все причины и обстоятельства трагического случая. Аделя Кжаркиенова, Рашидин Якупов, телеканал Алматы. Выяснилось, что хостел, где произошел пожар, работал незаконно. Об этом заявила глава МЧС Сыром Шеребханов. По словам главы ведомства, здание не числилось в базах департамента по чрезвычайным ситуациям. Из-за чего на объекте не проводились проверки. Установлено, что была нарушена норма запрета переоборудования под хостел подвального помещения. Министр также отметил, что все обстоятельства трагического инцидента еще предстоит выяснить. В рамках проверки все и должностные лица, и все ответственности за эксплуатацию данного сооружения будут установлены. И по их результатам будет степень вины определен судом. Сыром Шеребханов также рассказал, что среди проживающих там студентов никто не обращался в вузы или акимат по поводу предоставления жилья. Отмечу, общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. В подвале находилось большое количество соскладированных матрасов ортопедических. Они и создали большую пожарную нагрузку. Действительно, шансов у тех, кто находился в подвальном помещении, было очень мало для того, чтобы спастись. Один из пострадавших во время пожара в хостеле госпитализированный находится в отделении токсикологии. Это 27-летняя жительница города. Как сообщил глава городского управления общественного здравоохранения Иран Шаматеков, всего в больницу госпитализировали 5 человек. Им оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение. Пять пострадавших, которые поступили в больницу скорой неотложной медицинской помощи. Оказана полностью медицинская помощь в рамках их поставлена диагнозово. И на сегодня один пациент госпитализирован в отделении токсикологии с диагнозом отравления угарными газом. Состояние средней степени тяжести в сознании лечение полностью получает. Как заявил глава МЧС Рым Шарипханов, все тела опознаны, а родные и близкие оповещены. А по информации районных властей, семьям погибших казахстанцев будет оказана материальная помощь в размере миллиона тенге. А иностранным гражданам помогут с транспортировкой тел до мест погребения. Мы пришли, чтобы узнать, есть ли граждане Пакистана. Сказали, что их нет, но пока нет точной информации. Возможно, есть в больницах. У нас не было официальной информации, что там кто-то из наших проживает. Мы уже проводим опрос, чтобы знать, все ли наши граждане на месте. А вот выживших в пожаре разместили в других городских хостелах. Районная администрация предоставила питание и другие вещи первой необходимости. Всего с места ЧП были эвакуированы 56 человек. Семь из них отказались от помощи в обеспечении жильем. В каких условиях живут погорельцы, расскажет Рустамар Албаев. Эвакуированные при пожаре сейчас временно проживают в трех таких вот хостелах. Некоторые из них студенты. Сейчас они размещены в студенческих общежитиях. В процессе эвакуации некоторые получили травмы. Кто-то не смог забрать нужные вещи и документы. В сгоревшем хостеле проживали в основном студенты. Некоторые из них иностранные граждане. Утром я проснулся от пожарной сигнализации и криков. В комнате было пламя и густой едкий дым. Ничего не было видно. В панике и толкотне некоторые не могли добраться до двери и стали ломать окна, чтобы выйти наружу. Многие поранились в процессе. Я жил там всего месяц. В Казахстан я приехал как турист, чтобы увидеть страны Центральной Азии. Жаль, конечно, что такое произошло. Самый первый вытащил там маленький шимкентабар. Мы все его знали. Он такой веселый, хороший парень. Его вытащили и он вообще не дышал. Хотели откачать, это делали, но не успели. Сейчас все эвакуированные с места пожара размещены в ближайших хостелах. Их обеспечили бесплатным жильем, питанием и другими вещами первой необходимости. В администрации пообещали при необходимости принять и других погорельцев и оказывать им помощь. Хочу выразить искренние соболезнования погибших, родным и близким погибших сегодня. Это страшная новость. Разместили 20 человек в нашем хостеле. Ахимат предоставил еду, воды, взял на себя оплату за этих людей. Мы со своей стороны тоже будем предоставлять поддержку, какую можем. Сейчас со всеми пострадавшими при пожаре работают психологи и другие специалисты. Обстоятельства причин возгорания выясняются. Рустам Раубаев, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы. И к другим новостям. В октябре начался громкий процесс по делу о двойном убийстве. Шокирующее преступление произошло весной этого года. Тогда, как уверяет гособвинение, предполагаемый грабитель пробрался в квартиру через балкон, он, а затем зарезал женщину и ее сына и ранил дочь, которая успела вызвать полицию. Сейчас осиротевшая девочка живет с бабушкой. Из зала суда материал Лейлы Ауэсовой. На 35-летнюю женщину и ее 16-летнего сына, предполагаемый, изверг напал посреди ночи в их же квартире. Он проник в дом через балкон с целью грабежа. Погибшей оказалась мать-одиночка, которая работала администратором кафе. В тот роковой день девочка, учащаяся 6-го класса, стала невольным свидетелем резни. Она чудом осталась жива и успела позвонить в полицию. Убийцу удалось вычислить и задержать при помощи камер наблюдения. В СИЗО он повесился прямо в камере, но дело не закрыли, а передали в суд. Ильюф Альчир Амангалевич совершил разбой, то есть нападение в силу хищения чужого имущества, соединенность с насилием, опасным для жизни или здорового лица, подвергчиво нападению в силу незаконным проникновениям в жилое помещение, то есть совершил уголовное правонарушение, предусмотренное в статье 192, часть 3, пункт 4 Уголовного кодекса Республики Казахстана. По данным гособвинения, 23-летний предполагаемый убийца имел высшее образование, не был судим. В связи со смертью подсудимого процесс хотели прекратить. Однако мать, наложившего на себя руки подследственного, требует продолжить разбирательство. Она требует, чтобы ее сына оправдали. Поэтому адвокаты добиваются повторного расследования из-за отсутствия улик. Но потерпевшая сторона не видит в этом смысла. Девочка его опознала уже по голосу и по видео, по телосложению его. Я считаю, что его вина полностью доказана. София опознала его. Его кровь найдена в квартире, на его обуви, на его носках. Это о чем-то говорит? Она как-то попала туда, его кровь. Поэтому мы против дальнейшего расследования. Как себя сейчас ребенок чувствует? Ну, сейчас более-менее. Но сультация психолога и требуется, но она сама не хочет. 13-летняя дочь погибшей тогда получила пять ножевых ранений в шею. Как выяснилось, буквально за день до трагедии пострадавшая потеряла и отца. Он тоже свел счеты с жизнью. Теперь сторона защиты требует взыскать с ответчика 30 миллионов тенге в качестве возмещения морального и материального вреда. Лейла Осева, Жумар Худайбергенов, телеканал Алматы, Актубе. Между тем, в Петропавловске вынесли приговор школьнику, напавшему на одноклассников с топором. Решением суда подросток проведет в тюрьме 6 лет и 9 месяцев. Ученика 9-го класса обвинили в покушении на убийство. Выяснилось, что план преступления он продумал, вдохновившись фильмом ужасов. Нургуль Алина наблюдала за громким процессом. Неуправляемый подросток напал на школу среди билла дня 13 февраля этого года. Тогда 9-классник пронес сумки, топор и нож, надел самодельную маску и ранил трех детей в здании учебного заведения. Его обезвредили и задержали прибывшие на место полицейские. Посмотрев дело, суд установил, что мотивом для совершения преступления послужило желание показать свое превосходство над теми, кто допускал его адрес высказывания. А сам преступный план школьник задумал, посмотрев зарубежный фильм ужасов. Все реализации преступного мусора Джеки Ладзе, находясь по месту жительства, изготовил маску для лица из бумаги, похожую на ту, что использовал главный герой кинофильма над названием «Хэллоуин убивает», который он неоднократно просматривал посредством принадлежащего ему сотового телефона, где демонстрировал кровавую цену убийства. В результате происшествия в тот день пострадали трое учащихся. Двое из них поступили в больницу с колотыми ранами головы и предплечья. Третьему ребенку медпомощь оказали на месте. Подозреваемого судили по статье «Покушение на убийство». Суд приговорил признать Джеки Ладзе Давиде Георгиевича виновным в совершении уголовного правонарушения в предусмотре части 3 статьи 24 пункта 1, 9, 14, части 2 статьи 99 уголовного кодства из Казахстана и назначить ему наказание по указанной статье в виде 6 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Отметим, 15-летнего подсудимого мать воспитывала одна. Ранее появилась информация о его нестабильном психическом состоянии. Однако сейчас ее опровергли. Доказано, что в момент совершения преступления подросток был вменяемым. Общая сумма компенсации пострадавшим составила 4,5 миллиона тенге, если сторона защиты не решит подать на апелляцию. Нургуль Алина, Змотилба, Артелькин, Алматы, Североказахстанскую область. В Алматы осудили семерых человек по делу о продаже младенцев. Как сообщили в пресс-службе городского суда, в 2018 году бывшая работница ЗАГСа создала преступную группу. В ее обязанности также входило изготовление свидетельств о рождении. Остальные члены ОПГ занимались поиском потенциальных покупателей и лиц, готовых отказаться от своих детей. Всего по делу совершены сделки купли-продажи в отношении 12 новорожденных. Сообщается, что все фигуранты этого отдела получили от 12 до 14 лет лишения свободы. В местное управление образования также направлено частное постановление об определении судьбы незаконно усыновленных детей. Вы смотрите новости. Далее выпуски. Обязательное наличие школ и детсадов. В Казахстане ужесточат требования к застройщикам. Какие меры по борьбе с корей убили в алматинских школах? Продолжаем выпуск. Казахстанских застройщиков обяжут возводить детсады и поликлиники, но лишь в исключительных случаях, а именно при строительстве новых ЖК. Соответствующий законопроект сегодня в Можелесе представил депутат Асхат Эмагамбетов. По его словам, компания также обяжут устанавливать на окна защитные механизмы для безопасности детей. Для кого еще и какие запреты предусматривает новый законопроект, узнаем у Дарина Сиповой. Дефицит школ и трехсменное обучение – результат массовой застройки спальных районов в городах. Отсутствие очагов знаний и поликлиник в новостройках – дело обыденное. Но практика, когда социальная инфраструктура не поспевает за жильем, должна остаться в прошлом. Благодаря поправкам в закон, представленным в Можелесе, застройщики не смогут получать разрешение на возведение многоэтажек, пока не решен вопрос с социальными объектами. А чтобы дети не выпадали из окон, строители обязаны ставить специальные защитные механизмы. Депутатами иницирована специальная норма, которая обязывает застройщиков, когда уже строятся дома и здания, чтобы они обеспечивались соответствующими механизмами. Это не обязательно решетки, механизмы могут быть разными, или это будут какие-то замки, но самое главное, чтобы они обеспечивали безопасность детей, чтобы они не могли выпасть из этих окон. Законопроект охватывает и детей-сирот, а точнее регулирует институт наставничества. У подростков старше 10 лет, оставшихся без попечения родителей, появятся наставники. Это волонтеры, помогающие ребенку адаптироваться в социуме. Подобная практика существует 9 лет, но ранее никак не регулировалась. Теперь детский дом, управление образования и наставник будут заключать договор. Организация наставничества будет контролировать, проводить отбор наставников. Во-вторых, руководство интернатных организаций каждый раз будет давать разрешение наставникам за его деятельность. И в-третьих, органы опеки будут постоянно контролировать их деятельность. Закон также запрещает школьникам пользоваться мобильными телефонами на уроках. Отдельная статья появится в Кодексе об административных правонарушениях. За непослушание детей ответственность понесут родители. Авторы поправок подчеркивают, что на переменах и во внеурочное время никаких ограничений не будет. Далее Насипова, Нурлан Утигенда, Станте Амарбекулу, телеканал Алматы, Астана. Отказ от прививок привел к росту заболеваемости корью среди детей в Алматы. Число заболевших достигло около трех тысяч. Такой неутешительной статистикой поделились санэпидемиологи. Среди зараженных больше всего непривитых детей 95% по причине отказа их родителей от вакцинации. Тем временем в детсадах и школах города активно проводят утренний и сменный фильтр детей с признаками заболевания. А при регистрации случаев кори отменяется кабинетная система обучения. Представители традиционных религий отметили, что антипрививочники в своем движении часто используют религиозный подтекст, но их доводы не подтверждаются научными данными. Священнослужители также подчеркивают, что ценностью признается здоровье и жизнь человека, в связи с чем призвали алматинцев провакцинироваться. В Казахстане пересмотрят все нормы для журналистов в законопроекте о масс-медиа. Об этом заявила глава Минкультуры и информации Айда Балаева. Сегодня она разъяснила нормы документа и сообщила о введении пресс-карт для представителей СМИ. Основная цель в век цифровых технологий – автоматизация, отметила министр. В Восточном Казахстане начнут производить лецитин. Об этом сообщил глава региона Ермек Кушербаев. По его словам, жидкий лецитин будут производить путем внедрения глубокой переработки семян подсолнечника. Между тем, в области увеличат объем переработки масла семян до 900 тысяч тонн, а экспорт растительных масел повысят вдвое. Актуальным сегодня является наличие семенного фонда. В нашем регионе работает элитное семеноводческое предприятие и является оригинатором гибридов подсолнечника, сортов сои и яровой пшеницы. Сорта подсолнечника «Байтерек» и «Байконур» заняли ведущие позиции, опередив ряд мировых конкурентов. Развивать молодежное IT-предпринимательство призывают эксперты казахстанского бизнес-сообщества. Сегодня в Алматы прошел масштабный молодежный форум. Более тысячи молодых людей из разных регионов страны смогли продемонстрировать свои оригинальные инновационные проекты. Главная цель – воплотить идеи в жизнь. Аида Иманали ознакомилась с новейшими разработками. Изобретение нано-волоконных мембран, автоматизированных поглотителей выхлопных газов, игры по финансовой грамотности. Все эти разработки представили на выставке бизнес-форма более 50 команд из разных регионов страны. Студенты и школьники демонстрировали свои проекты, которые в дальнейшем могли бы повысить качество жизни казахстанцев. Мы рады сегодня приветствовать ребят со всех регионов Казахстана. Я думаю, что мы сможем увидеть новые интересные идеи, новые проекты. И поэтому это мероприятие, бизнес-коллаборейшн-форум, я думаю, даст импульс многим командам для дальнейшего развития их бизнес-проектов. Молодежь поддерживает. В первую очередь идет сопровождение команд, идет обучение команд, идут тренинги, проводятся зимние и летние лагеря, где студенты собираются. Есть у нас более сотни менторов, которые помогают командам. Улучшать экологию и здоровье казахстанцев. Под таким девизом работает алматинская команда, в составе которой 27 студентов. По словам участников, фильтры из нановолокон могут эффективно очищать вредные химические вещества. А продукция мембраны создаст механический барьер, который будет препятствовать проникновению опасных частиц без применения любых химикатов. Уникальность проекта в том, что мы открываем новые области применения нановолоконной мембраны, технологии, которая была запатентована и производится в Чехии. А здесь, в Казахстане, у нас очень большой рынок. Мы представляем продукты, которые фильтруют воздух от смога, от гари, от аллергенов, от бактерий. А эта команда представляет игру по повышению финансовой грамотности. Это, по словам студентов, поможет понять, как уровень образования связан с доходами, определить степень зависимости счастья от расходов и разобраться с актуальными финансовыми понятиями. Проект нацелен на повышение финансовой грамотности молодежи и школьников методом гемификации и применением креативных методов, а именно применением настольной игры, которая симулирует практически все жизненные процессы. Сегодняшнее событие в таком масштабном формате становится площадкой для творческого обмена идеями, содействия инновационным и социально ответственным проектам в бизнес-сфере. Главная цель форума – расширить возможности талантливой молодежи и воплотить в жизнь их бизнес-проекты. В завершение всех участников мероприятия наградили. Айда Имманали, Мирами Сабеков, телеканал Алматы. Это был последний материал выпуска. Мы с вами прощаемся. В студии для вас работали Дина Женабекова и Диас Мохамбетов. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok